Народ, всех приветствую! Продолжаем с вами тестировать Фрост ДК с двуручкой в ПВП. Комбо. Смотрим, что я наиграл. Не люблю начинать бой против Лока с гриппа. Обычно до него проще просто на маунте добежать, чтобы у него не было возможности нажать телепорт. Соответственно, когда он нажимает телепорт, после этого вы его уже гриппаете, и всё довольно степенно происходит. Благодаря моей заморозке мы пробили Лока, выбили с паладина Боб, и после этого мой воин сразу же нажал вихрь и очень неплохо развёл его на Бабл. По сути, мы с паладина вообще практически всё выбили. Практически все Саевы. Дамаг, посмотри, шально. Я просто подхожу к любому своему оппоненту, и у него улетает Личика. Здесь, конечно, неприятный Фир, Афлилок, все дела. Не Дестрик, не Трушный пацанчик, но всё равно у него не хватает выживаемости. Пережить Фрост ДК с воином, на самом-то деле, задача очень серьёзная. Посмотрите, что с противниками происходит. Там просто огромные куски отрываются. У меня огромный дэмэдж и физический, и магический. За счёт ледяного удара, дотки, кайлы иногда залетают и так далее. Плюс уничтожение, это физика. Вторая котеечка. Против нас очень наглый, очень напористый Анхоли ДК. Прямо в нас врывается, прямо бежит, хочет фронтлайн создать. Армс Воин и Рестор Друид. Соответственно, залетает Фир, нет смысла его сбивать. Вар начинает сразу же крутилку, призывается Гаргуля. Короче, пацаны шутить не любят. Сразу решили вкинуть всё, что у них есть. Пытался подойти до Друида поближе, чтобы достать для него ненасытный стужей, но не хватило. Почему-то рейнджи всё ещё не чувствую. Ну, блин, шестая катка за фроз ДК нету. Нету у меня, конечно, с ним геймсекс, вы понимаете? Геймсекса нету. Поэтому просто продолжаем туннелить вражеского Армс Воина. Он нажимает все свои сейвы, умирать он не хочет. Отлично, выбили, запомнили. Идём дальше. Переключаемся на вражеского ДК, ему тоже будет больно, очевидно. Залетает неплохой Фир по оппонентам. Они его тринковать не хотят. Разумно! Хотя, кстати, воин тринканул неразумно, но Друид тринкет не нажал. Знаете почему? Потому что он уже понимает всё. Если он нажимает тринкет, я его снова замораживаю на 10 секунд, и он проиграет эту аренку. Очень сильно пробивается мой приз, но всё-таки она живёт. Закидывается боб от паладина. Спасибо, что он его спас. Продолжаем туннелить у Воина. Дамага хватает. Друид перехиливает. Но! Всё-таки! Или не всё-таки? Но всё-таки! Или не всё-таки? Не можем добить Война. Но добивается. Окей, ещё залетает туда стан от паладина моего на 6 секунд. Если бы сейчас тринканул Друид, а он бы его тринканул в случае, если бы Воин выжил, я бы его заморозил через стужу. И на этом была бы арена закончена. Третья каточка началась максимально неудачно. Я нажал перерождение прямо одновременно сапом вражеского разбойника. Но, тем не менее, играть всё ещё можно. Это не приговор, потому что вражеский паладин также стоял под контролем. Гриппу к себе мага, потому что другой возможности до него дойти нету. Выкидаю лужу под его копию, чтобы они всё-таки там сгнили, подохли. И нету вражеского разбойника. Он всё не скрывается, не вскрывается. Ждёт момента. Я проебал анимату, так делать не нужно. Просто в никуда её отдал по паладину. Бесполезно. И вот мы видим вражеского разбойника, который хочет бить разбойника нашего. It's ok. Это мы поощряем. Дамаг у него огромный. Я попытался его законтролить. Тем самым, выбив из него тринкет, он нажимает миссы. Под миссы, кстати, очень тяжело за фроста пробить вражеского рогу. Только в спину, и то не всегда. Но хватает дэмэджа, мой разбойник помог мне, соответственно, справиться с вражеским. Он его подстанил, тринкета не было. Он не мог выйти из контроля, и мы его пробили. Вот в спину, в спину под миссы, конечно же, мы попадаем, пробиваем. Но если вражеский разбойник нажимает миссы, и при этом у него есть тринкет, а у вас нет станов, то лучше таргет свой поменять. Потому что разбойника под миссы вы, ну хрен, пробьёте. Дэмэджа просто не будет. Полетели на касткаточку. Тут уже ошибки прошлого не допускаются. Жмаковое перерождение заранее, чтобы уж точно никак сап не словить. И против меня охотник с первой категории, между прочим. Грипп его себе поближе шамана, чтобы его выпить из позиции, как-то пробить. Может какие-то кнопки, соответственно, из него достать. У нас это получается. И жмаковую ненасытную стужу, чтобы заморозить охотника. И был шанс, что разбойник уже к нам ближе подходит, потому что нужно вскрываться, нужно помогать тиммейтам. Может быть его бы тоже зацепило, но не зацепило. Ладно, допустим, окей. Кстати, я не уверен, а она по инвизорам-то работает вообще или нет? У меня такой информации пока что нету. Миссы прожимаются разбойником, плюс он потратил тринкет на фирмы его приста. И Цоу Кей рестелсуется. Под миссы его бить не хочется. Плюс у меня очень близко ко мне находится охотник. Я думаю, почему бы не пробить его? Соответственно, ломаем ему лицо за 2-3 кнопочки, плюс автоатака. Тут дамаг у нас шальной. И пока охотник не нажимает сейв, можно его в целом туннелить, туннелить, туннелить. Рестор шаман, конечно, хилит, ведь не даром он находится на этой арене, но, тем не менее, дамаг много. И не всегда, не всегда его можно перехилить. Пробивается снова разбойник, он снова жмакает миссы. В данном случае, конечно, хочется его добить, поэтому через ледяное прикосновение, через кайлы пытаемся его поражать. Конечно, я подхожу, он 2 раза парирует мою атаку, но, тем не менее, мне хватает возможности у него захилить. Огребнулся я шамана, чтобы он не мог хилить, и мы побеждаем. Короче, под миссы все-таки можно свитчить таргет, но если нужно, магией долгим. Нормально. Следующая котечка была в сетапе 3дд против трех ддшников. Против меня элем шаманов, фаермаг и ретрипаладин. У них, конечно, команда мечты, но у нас такая же. В этом сетапе очень важно и очень вкусно, как рысь подкрасться и под идеальным углом заморозить абсолютно всех. Мы выбиваем тринкеты, мы выигрываем время, максимально импактное для нас действие. Соответственно, фаермага пробили, выбили глыбу, пересаживаемся на элема, тоже его долгим, потому что почему бы и нет. Я, конечно, начинаю всегда в таких сетапах с ветки с власти льда, чтобы если по мне начали играть, если бы меня начали фокусить, я бы лишний раз быстро не откис. Но в данном случае вообще это не пригодилось, потому что решили упороться именно в моего охотника. Он сдох слишком быстро, я уверен, что он мог так быстро не умирать. Скорее всего, где-то пожадничал, где-то не отдал сейв, где-то там зафакапился и в мэр. Но, тем не менее, оба противника уже тоже отпорялись в могилку, и мы здесь побеждаем. Когда живой у тебя в команде маг, а профитапаладин, шансов на победу, конечно же, у него нету. Если бы я остался 1х1 против пала, тогда бы могли быть проблемы, 100%. Ну, а поскольку маг выжил, тут, конечно, победка. Следующие жертвы. Это ШП пристан, Холли ДК и Рестор Друид. Не всегда стоит экономить смертельную стужу. Если видите момент, жмакайте. Вот я заморозил Друида, в это время пробиваю ШПшника. Он, конечно, вот прямо сейчас задиспелил эту суету, но тем не менее... Смотрите, я ему снял половину ХП, выиграл, опять же, время, что он отвлекся на этого Друида, засейвил его. Ну, точнее, снял с его контроля и так далее. Всегда очень приятно под эту кнопку вот так вот начинать игры, потому что, а почему бы и нет? Есть шанс, что вражеский Друид фрик, например, и он потратил бы тринкет на мой контроль. Это, конечно, была бы гиперошибка, но тем не менее. Посмотри, посмотри, как мы дамажим вражеского приста. Насколько большие цифры вылетают вместе с охотником. У нас получается его дожать. Даже не пришлось трапой попадать по Друиду. О, он мог попасть, он просто промазал. Короче, Друид был не в контроле, со всеми кнопками, и тем не менее, ШПшник в мэр. Ну, потому что, блин, ну, огромные цифры. Огромные, если тебе дают бить. Это важная пометка. Если тебя не рутают, не контролят, если тебе дают бить, тогда ты, мать его, бьешь. Все-таки очень я люблю созвездия Магистра. Потому что, блин, целую минуту тебе капает сила рун, и ты за одну минуту ее фармишь 270 единиц. Вы вообще вдумайтесь, насколько это большие цифры. Они огромные. Поэтому, если есть вариант зайти в бой, как можно раньше делайте. Вот, я просто стою в АФК, у меня уже почти 80 силы рун накапало. Ну, бау, гадем бау, это сколько ледяных ударов можно вжать прямо на старте боя. Если бы был анхоликом, уже бы Гаргулю призвал и так далее. Поэтому просто бьем вражеского охотника, соответственно. Но здесь хотел попасть ненасытной стужей по вражескому рестору, но он вовремя спрятался за пиларчик. Просто ушел, замансил как Нео, и поэтому не получилось в этот контроль. А так бы, может быть, уже на тринкет бы его забайтил. Кто знает. Тем не менее, дамаг шальной. Вражеский охотник даже не понял, что с ним произошло, и умер. Я не знаю, очень не любят как-то нажимать сейвы. Игроки иносируются, очень жадные они до сейвов. Но они за это часто очень платят за своей жизнью. Платят за своей жизнью. Ну, вы поняли. Анейша. Кстати, мы играли с ним в одной команде. Сейчас мы играем против него, и мы его побеждаем. Ну, дамаг, дамаг шальной. Тополя, тополя, тополики. Тополя, тополя. Эту катку, если что, я обрезал на где-то минуту. То есть мы минуту просто стояли и друг на друга смотрели. Вот. Видит все-таки мой лекарь, что меня соблазняет суккуба. Диспелит эту стуэту. Можно ее пробить. Хорошо. Вражеский друид начинает ее неистово лечить. Я так понимаю. Блин, а давай проверим вражеского лока на контроль. Просто отхожу за пиларчик. И суккуба идет за мной. Он ее не направляет к себе. Он ее не возвращает. Он не хочет ее хилить. Он, короче, просто на нее забил болт. Мой Мункин еще так подтолкнул, типа, иди сюда, шельма. И мы ее пробили. Все. Первая суккуба сдохла. Вторая суккуба откиснет просто от звездопада. Поэтому можно спокойно идти вот в эту вот толпу и начинать их долбить, 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 долбить. Тут, кстати, мне следовало сразу грипнуть себе поближе чернокнижника. Но я вижу, что он сам ко мне идет после того, как нажал телепорт. И думаю, ладно, окей. Быстренько сбриваю суккубу до конечной. И продолжаю туннелить вражеского диэстра варлока. Но это какой-то странный тип. Смотри, он сейчас просто лоссает своего рестора. Он вообще не чувствует. Он вообще не боится смерти. На локе, на дестрике. Он не боится умереть. Вообще вдумайтесь. Он нажал телепорт и потом сам прибежал на ноге к нам. Ну, бывает и такое, да. Бывает, конечно, и такое. Тем не менее, вместе с совой даже победили. Что очень странно. Ластецкая на сегодня каточка, пацаны. ШП Прист, Анхоли ДК и Охотник. И, кстати, снова стаб 3 ДД против 3 ДД. Здесь, конечно, решает максимально контроль. То есть, условно, даже если у одной команды есть разбойника, а у другой команды разбойника нет. Скорее всего победит та, у которой Рога в тиме. Тупо потому, что он может засапать одного. И в это время вы убиваете там другого. В этом плане наша стужа работает тоже супер прекрасно. Потому что либо тринкеты выбиваем. Потом наша команда, опять же, подхватывает инициативу и уже свой контроль выдает. Либо противники стоят в АФК. Здесь, короче, не пришлось прибегать к таким профессиональным методам. Я нажал стужу. Два противника тринканули. Потом никакой контроля не понадобился. Там уже сдох ШПшник. И мы заканчиваем эту арену. Ну, потому что, ну, блин, ну, 70 тысяч дэмэджин. По аренам у меня на сегодня все. Если хотите прогрессировать в ПВП, переходите на мой бусте. Там дофига полезного контента. Ну, а я же с вами прощаюсь. Всем удачи. Всем какао. Не болейте. Адриус.